Добрый вечер. Это программа «Археология. Археология. Человек». Не знаю, всем ли известно, что вот уже два года, чуть больше двух лет, как в Москве стоит чудесный памятник. Москве вообще не сильно повезло с памятниками, но вот этот, я считаю, одна из редких удач. Памятник Иосифу Бродскому, в аккуратно, против американского посольства. Очень хороший памятник работы скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Сергея Скуратова, где Бродский стоит таким вот силуэтом, так немножко задорно, что ли, задрав нос немножко свысока, смотря на людей, и на его фоне стоят такие группки людей, как бы совещающихся между собой. И вот, вы знаете, мне это напоминает, этот памятник, вся эта композиция напоминает тот старый анекдот, то ли 70-х, то ли 80-х годов, когда вот стоят группы людей, переговариваются, переговариваются, и от одной группы к другой переходят люди и говорят, что бы вы там ни говорили, а ехать надо. То есть такой вот памятник Бродскому и одновременно памятник эмиграции, даром что стоит напротив американского посольства. И мне кажется, что сегодня тема эмиграции в 2013 году становится все более актуальна. Мы видим все, что происходит, мы видим новую, какая уже сейчас шестая, что ли, волна эмиграции, на этот раз либеральной, от Каспарова до Гуриева. Непонятно, к чему это приведет, так что мне кажется, что разговор об эмиграции, который так часто поднимался в нашей программе, надо продолжить. Если вспомнить тему эмиграции Бродского, у Бродского есть одно стихотворение, написанное танцовщику Александру Гудунову, который в свое время не вернулся с Запада в Россию, в Советский Союз, и у него такое замечательное окончание. Земля везде тверда, рекомендую в США. Насчет того, где выйдет приземлиться, земля везде тверда, рекомендую в США. Наш сегодняшний собеседник, как раз, приземлился в США. 26 лет назад он выбрал Америку в качестве своего, вместе с семьей, выбрал Америку в качестве его места жительства. И вот хотелось бы сегодня поговорить с Максимом Шрайером, поэт, прозаик, литературовед, профессор Бостонского университета, да, Максим? Бостонского колледжа. Да, Бостон колледж, да, Бостонского колледжа. Тут шутка в том, что он не в Бостоне, и он не колледж, а университет. А университет, да. Но исторически так сложилось, что есть и Бостонский университет, и Бостонский колледж, поэтому бренд уже не изменит. И повод тоже еще один такой хороший. Вышла совсем недавно в издательстве Alpino Nonfiction, его книга «В ожидании Америки». Это перевод книги, поначалу написанной им на английском, «Waiting for America», и вот такой авторский перевод «В ожидании Америки». Сейчас книга вышла. Очень такой искренне, честный, прямой и глубокий рассказ о том, как это было эмигрировать в 87-м году, о сложностях, не знаю, ощущения себя чужим, о обретении новой идентичности, о том, можно ли расстаться со старой. В общем, весь тот комплекс проблем, который связан с эмиграцией. Так что, Максим, вот о чем хотелось бы поговорить. И, знаешь, первое, что я хотел бы поднять, какую тему мне кажется, что эмиграция – это такой сугубо русский жанр. Вот как есть такие типажи международные, да, вот там, я не знаю, немецкий солдафон или там немецкий булочник, американский камивеяжор, французский путешественник, изобретатель какой-нибудь там. И вот русский эмигрант – такой вот типаж. Как тебе кажется, ты, так сказать, попадаешь вот в эту вот жанровую... На самом деле, до русских эмигрантов, конечно же, были польские эмигранты. По-настоящему была польская диаспора, и, прежде всего, связанная с подавлением польских восстаний, и с Парижем. Но я согласен. И, кроме того, конечно, когда мы росли, Сергей, ты помнишь, такой был типаж, который в советском контексте ассоциировался, скорее, с негативными такими параметрами. Такой писатель-эмигрант, такой старичок в шляпе, в поношенном плащике, который там ходит с одного урока на другой. Так что, на самом деле, тут, я думаю, что это... У этой медали есть еще и оборотная сторона, да. Ну, наверняка, возможно, возможно. Я, честно говоря, не задумывался об этом, потому что я не думаю о себе как об эмигранте, собственно говоря. А как? Вот мы уже, так сказать, начать разговор об агентственности. Как гражданин мира, как человек... Нет, нет. Ну, послушай. Разумеется, люди культуры общаются друг с другом как с людьми культуры, независимо от происхождения, вероисповедания и так далее. Но, ну, в той мере, в которой это возможно. Меня часто спрашивают как раз в Америке, ну, потому что людям комфортнее с какими-то ярлыками, да, вот кем вы себя считаете. Я всегда отвечаю практически однозначно, что я американец еврейско-русского происхождения. Теперь уже. Теперь уже. Потому что это прозрачная дефиниция. То есть в ней... Ну, правильно, можно сказать, что зачем вы пользуетесь дефисами, еврейско-русский. Но это четко отражает мое состояние. Я уехал в 20 лет. Я еврей. Я уехал из России. И я уже 26 лет живу в Америке. Это страна. Это мой дом. Там родились мои дети. Там живет вся моя семья. И даже отчасти там теперь мои корни. Я считаю, когда у тебя рождаются дети, это значит, что ты уже, так сказать, превосходил. Пустил корни. Да. Еврей, уехавший в 20 лет. Расскажи немножко об опыте эмиграции. Что привело к этому решению? Ну, собственно, предыстория такова. Мои родители, мой отец Давид Шрайер-Петров, ученый, медик и писатель. Мама Эмилия Шрайер-переводчица. Она английская образованием. И, собственно, в пределах карьеры, которую могли построить беспартийные евреи, они достаточно многого достигли. Но, тем не менее, уже с 1977 года они болезненно думали об эмиграции. И, к сожалению, это решение было таким болезненным, что, так сказать, подали они чуть-чуть поздно. И в 1979 году, вы помните, уже был Афганистан. В общем, так сказать, двери или шлюзы эмиграции захлопнулись. В общем, мы попали в отказ. Я был ребенком. Поэтому, собственно... То есть они были так называемые отказники. Да, и 9 лет. Мы были 9 лет отказниками. Мне кажется, да, очень многим нашим слушателям можно даже напомнить. Потому что это, собственно, само понятие выпадает уже из памяти поколения, что были такие люди... Совершенно верно. Ну, что такое отказники? Это, ну, в большинстве своем евреи или часть еврейской волны исхода, которые, пользуясь теми соглашениями, которые к 70-м годам уже подписал Советский Союз, хотя эмиграция уже существовала... То есть она, по сути, началась после Шестидневной войны, 67-го года, как раз когда я родился, 5 июня. Поэтому отец хотел назвать меня Израилем, но понял, что, в общем, назвать мальчика в Москве Израилем, это, так сказать, просто такое, знаете, заклание. Да, да. Короче, назвал Максим, потому что я родился очень большим. Короче говоря, уже после этого Советский Союз выбрал резко ориентацию на арабский мир. И победа Израиля в Шестидневной войне была таким, знаете ли, то, что называется wake-up call. То есть это такой, знаете, звонок, который побудил евреев, которые даже не думали о своей идентификации, к тому, чтобы подумать, задуматься о том, где они живут и, так сказать, что им делать с самими собой, с своими детьми. Но, то есть, можно было легально. То есть я повторяю, люди все время путают. Думают, что все евреи были невозвращенцами. Невозвращенцами были единицы. Ставала возможность, так сказать, легально через АВИР подать на воссоединение с семьей. Ну, отчасти это все были фиктивные. У нас, кстати, были прямые родные родственники. Это были... В Израиле. В Израиле это были люди, это были братья, сестры моих дедов. И со стороны отца, со стороны матери, они были халуццы. То есть пионеры, уехавшие из России в 20-е годы и строившие Израиль, осушавшие болото. То есть для нас это была не фикция. Это были настоящие родственники. Вообще, вот сейчас, смотря на решение своих родителей тогда, в 77-м году, что это больше было? Что их побудило? Я могу сказать совершенно четко. Идеологическое, экономическое, социальное. И какие причины? Я сейчас отвечу на этот вопрос, Сергей, потому что это совершенно правильный вопрос. В книге «В ожидании Америки» я этого отчасти касаюсь. В некоторых отступлениях и в начале книга начинается в аэропорте Шереметьево в день отъезда и заканчивается в аэропорте Кеннеди в день приезда. Это лето в эмиграции. Этот вопрос в каком-то смысле болезненно состоит, потому что совсем недавно, вот в связи с выходом книги были всякие интервью. Один журналист спорил со мной, что, в общем, это была колбасная эмиграция, говорил он. Я ему описал. Я говорю, представьте себе, что врач, который отслужил в армии, который спасал Россию от холеры, который после этого, в общем, отдал ей лучшие годы жизни, доктор наук, писатель, решает воспользоваться законом и Конституцией, подает на выезд, после этого его вышвыривают из экономического института, вышвыривают из союза писателей и запирают в гетто на 9 лет, и он продолжает бороться за этот выезд. Я говорю, представьте себе, неужели вы думаете, что это колбасная эмиграция? Неужели можно после этого думать о том, что из-за колбасы люди шли на такие муки? Но дело же еще было и в антисемитизме, который фактически, да, может быть, естественно, не декларированная политика, но фактическая. Вот даже, например, читая твою биографию, я вижу, что ты учился на факультете почвоведения, да, и здесь такой очень интересный нюанс, почему на почвоведении, казалось бы. Позволь, Сергей, я только дополню пару слов. Значит, причины. Короче говоря, примерно начало последней трети 70-х годов мои родители ясно осознали три вещи. Ну, не говоря о том, что они понимали, в какой тоталитарной стране они живут. Вот они поняли, что у них, что они достигли предела своих карьер без ангажированности, без активного участия в советской системе, без верноподничества. Второе. Они понимали, конечно же, что государственный антисемитизм опасен не только им самим, но и, прежде всего, их сыну, единственному сыну. А, в общем, задача евреев всегда попытаться спасти своих детей после... По-моему, это банально, но этого нельзя не отметить. После Шоа, после Холокоста этот вопрос стоит очень остро и болезненно. Вот. И, собственно, это была совокупность причин. Экономические причины тут имели самое небольшое значение. Политические, идеологические и причины, связанные с самоидентификацией. Вот. Теперь, возвращаясь к... Насколько сложно было быть евреем и, скажем, поступать в определенные вузы, будучи евреем? Трудно говорить об этом вообще. Могу сказать... И тут, понимаете, всегда возникает опасность того, что человек ударяется в такое, знаете, жалобное, в такой жалобный пересказ своего прошлого. Моя книга совсем не об этом. Это жизнерадостная книга. Я больше всего старался в ней, так сказать, не ныть и не жаловаться на прошлое. Хотя, там, например, есть сцена, где в Риме нас поселили в совершенно ужасном районе, это рядом с Термине, 26 лет назад... Там привокзальный район, там живут кровные гостиницы. Там были публичные дома, там были жуткие отельчики, куда проститутки водили клиентов, и вот туда селили советских эмигрантов, и там мы, так сказать, входили в свободный мир. И нам попался партье, который был коммунистом, убежденным. И первое, что он нам сказал, что, говорят, зачем вы приехали сюда? Вы что, говорят, куда вы приехали? И, так сказать, возник разговор. Буквально вот мы не успели слезть с автобуса, у меня описывается эта сцена. Совершенно абсурдная. Для него фактор еврейства практически не значил ничего, потому что он был убежден, что советская страна – это страна, так сказать, равноправия. Интернационализма. И так далее, да. И... Ну вот, тем не менее, вопрос про факультет почвоведения. Ну тут, с одной стороны, ирония судьбы, с другой стороны, я считаю, правильный выбор. Мы были в глухом отказе. Ну и потом уже, так сказать, родители были активистами отчасти отказнического движения. У отца готовился роман к выходу в Израиль. Герберт и Нелли – это первый роман в «Отказниках». То есть, ну, в школе я, ну, хороший еврейский мальчик, хорошо учился на все пятерки и, как мне казалось, шел на медаль. Ну и просто во многие вузы все-таки по пятой графе было закрыто. Короче говоря... Как я помню, по своим, так сказать, друзьям, знакомым того времени, скажем. Разумеется. Был выбор... Я очень интересовался естественными науками в то время и как раз не думал об изучении там филологии. И вот как-то так мы высчитали, что, может быть, на факультет почвоведения реально принимают двух евреев в год. Действительно, был еще один мой одноклассник, который тоже теперь живет в Америке и очень преуспел, который тоже туда поступил. И вот так мы и учились там. Для меня это была замечательная школа жизни, потому что там были зональные практики, экспедиции. Я повидал Россию провинциальную, которую я бы иначе никак не повидал. То есть я ни коей мере... Черноземья? Нет, ну, два месяца от Москвы до Карачаево-Черкесии, через всю Центральную Россию, через степи, предгорье Кавказа. Это на меня крайне подействовало. И, в общем, как раз вот книга, которая выходит осенью, это приквел к книге «В ожидании Америки». Там рассказывается вся история, которая вот отвечает на ваш вопрос. То есть на твой вопрос. Я, Андреюш? Ну, да. Ну, в общем, здесь тоже и метафорически очень, конечно, здорово. «Почвоведение», да, «Кровь и почва», «Блютон Эрбе». Ну, в общем, это обыгрывалось. В каком-то смысле, да. Это, кстати, обыгрывалось уже, что там, я помню, была как статья про меня «Почвоведение». А, «Литературоведение с почвенным уклоном». С почвенческим уклоном. Что-то в этом роде, да. Ну, что ж, напомню нашим слушателям, что почвовед, литературовед, писатель и поэт Максим Шрайер у нас сегодня в гостях. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». У нас в гостях писатель, поэт, литературовед из Бостона, из Москвы, родом из Москвы, но уже более четверти века живущий в Бостоне, Максим Шрайер. И мы обсуждаем его судьбу, его опыт эмиграции и его книгу, которая недавно вышла в издательстве «Альпина «В ожидании Америки». Ну, вот книга начинается с этого эпизода «В Шереметьево-2». Вот эти вот ворота на запад, ворота в мир, такая вот уже экстерриториальная зона, пересечение границы. Максим, когда улетали в 87-м году? Была мысль, что уже все, эта точка невозврата, и вот этих вот людей, которые провожают, уже не увидите, да? Не только была, а это была единственная мысль. Мне казалось, что я прощаюсь с этим миром навсегда. И более того, сохранились свидетельства, которые, потому что это было уже давно, которые четко подтверждают то, что я вам сейчас рассказываю. Например, я прекрасно помню, как с моим ближайшим другом Максимом Муселем, замечательным специалистом по брендингу, маркетологом, мы прощались в течение двух недель, и я ему написал записную книжку «Имена и телефоны западных корреспондентов», с которыми были знакомы мои родители, и с которыми я отчасти был знаком, и я ему сказал, что, в общем, если уже тут будет полный кошмар, ты можешь воспользоваться этими телефонами, и ощущение было абсолютно однозначное, что не только нет возврата, но и что система не порушится. В 87-м году не было ощущения, что что-то меняется, Горбачев уже пошла перестройка? Нет, слушайте, то, что меняется, мы уехали именно потому, что весной 87-го года, после того, как в Москву приехала делегация высокопоставленная из США, как раз на еврейскую Пасху, Шульц, тогдашний госсекретарь и так далее, в качестве некого гранд-жеста выпустили некоторое количество семей старых отказников. То есть попали под перестройку. Именно. Но не было ощущения, что рушится политическая система. Понимаете, теперь уже постфактумно начинает казаться, что у всех было такое ощущение. Но поверьте, я более того помню, что я приехал в Америку, я стал учиться в Брандовском университете, и, получается, в библиотеке где-то нашел книжку о Майвике «Выживет ли Советский Союз» до 84-го года. Я помню, что я ее подержал в руках, это была такая тоненькая книжечка на английском языке, в мягкой обложке, так подержал, и, в общем, с чувством большой симпатии к автору и, так сказать, его прогнозу, что, мол, вот какой мечтатель. Да, да, да. Так что в тот момент это казалось уже невозвратно. Когда вы уезжали, была ли мысль поехать в Израиль? Или изначально, скажем, Америка? Была. Была. И, между прочим, в этой книге, может быть, один из лейтмотивов – это, так сказать, мучительные размышления героя 20-летнего и его отца, 50-летнего еврейского писателя о том, как не поехать в Израиль. Насколько, как мы можем не поехать в Израиль после всего этого. Да, и у нас там были реальные родственники. Представляете себе, там был жив старший брат моего покойного деда и так далее. И это было тяжелое решение, я могу сказать определенно. И вы знаете, что я, может быть, даже до сих пор об этом иногда жалею. А в Израиле чувствуешь себя как бы дома на своей земле? Вот это вот чувство земли какое-то появляется? Дома не чувствую. Ну, потому что дом может быть только один. Ну, да. Ну, в таком, в экзистенциальном смысле. Я могу сказать, первый раз, когда я попал в Израиль, я могу сказать, что я сразу почувствовал, что это единственное место, где еврей себя чувствует в бажоритарном окружении. Это уникальное ощущение, когда ты идешь по улице, и тебя окружает большинство евреев. То есть ты больше не чувствуешь себя меньшинством. Я думаю, что иначе его достичь никак нельзя. Ну, в Америке же нет такого чувства, что... Ну, слушайте. Процент 6 миллионов евреев. Ну, что это такое? Это капля. Просто... Ну, все-таки времена антисемитизма в Америке прошли, хотя и было. Времена открытого антисемитизма прошли, но предрассудки не исчезли. Правильно, когда после войны Набоков испытывал на себе то, что были гостиницы, куда открыто не пускали евреев, там висели объявления... Из-за еврейской жены, да? Да. Правильно, такие времена есть. Там висели объявления «Gentile client alone», то есть как бы, ну, намек на то, что только... Или там возле церквей. Разумеется, такие времена уже позади. Но, тем не менее, не следует идеализировать американский климат. Другой вопрос, что, разумеется, разумеется... Ну, скажем так, я бы даже не хотел тут, скажем, на своем личном писательском опте. Я ни разу не испытал этих проявлений, а в России я их испытывал миллион раз. Тут, значит... И даже сейчас? Сейчас? Возвращаясь... Нет. Ну, не забывайте, что, Сергей, не забывай, когда я приезжаю сюда сейчас, как иностранец. Ну, да, тут уже другое-другое отношение. Во-первых, отношение другое. Во-вторых, я полагаю, что я избегаю некоторых ситуаций. Или просто ограждаю себя некой зоной, в которой это невозможно. Я общаюсь с людьми. Ну, надеюсь... Ну, да, но в Америке тоже специфическая ситуация, да? Исткоуст, восточные побережья, университетская тусовка, как бы там сложно. Но я встречал... А попасть куда-нибудь в Bible Belt, да? Именно так. Я помню, я вот бывал именно на юге, в каких-то глухих местах или на Среднем Западе. Я читаю курс, скажем, еврейские писатели в России и в Америке. Там сравнивается опыт еврейских писателей, которые как бы эмигрировали из идышистской среды в русскую и советскую, или же попали в Америку. И у меня были случаи, что студенты впервые столкнулись с евреями. Откуда ты умные студенты, которые приехали откуда-то из провинции. И я говорю, ну что же вы, даже никогда там на Бармейце не были? Нет. Что же у вас никогда? Нет. Никогда. Ни одного одноклассника в городе нет вообще ни одного человека. То есть, это не значит, что у них есть предрассудки. Значит, что просто у них нет никакого опыта. Ну, как, слушайте, ну, вспомните, во время войны, когда евреи попадали в эвакуацию, в какую-нибудь, например, глухую уральскую деревню. И не было вообще никаких, понимаете ли, нерусских или же там ни пермяков. Конечно же, это был совершенно уникальный опыт. Ну да, но с другой стороны, в Америке немножко иначе, потому что там, конечно, такое большое количество еврейской эмиграции, что они все проходят как русские. Я помню совершенно замечательный эпизод, когда я жил в Нью-Йорке, у меня была парикмахер, бразильянка. Звали ее Ваня. Вот. Вот стрижет меня это Ваня и спрашивает, у вас русских завтра праздник? И я начинаю, так сказать, судорожно вспоминать, вроде какого-то праздника нет. Так осторожно. Какой же у нас, говорю, завтра праздник? Ну как же, говорит, завтра ем кепур. Нет, вы совершенно правы. У меня полно соседей в Бруклине, которые называются русскими. У меня был, между прочим, похожий опыт тоже, может, не такой смешной. Тысячу лет назад я еще даже не защитился. А нет, уже защитился. Я только получил профессорское место, ассистента. И я еще тогда читал курс по стилистике русского языка. Такой уже на очень продвинутом этапе. И вот я что-то... Возник разговор о том, как люди фенотипически себя осознают и осознают то, как выглядят другие меньшинства, там, другие народы. И вот я им говорю, ну вот как русские выглядят. Вот один за другим мне говорят. Ну что же, это очень просто. Не похоже на итальянцев, на испанцев. У них такие носы, понимаете. Яркие, такие, знаете, маслинистые. Глаза маслинистые, да. Кудрявые волосы, такие коренастые. Вот я говорю, собственно, где вы их видите? Ну как же? Вот у нас тут соседний район, говорит, мы ходили в русский магазин, там, в русский ресторан. Вот. То есть, разумеется, разумеется, такие... А вот скажите, столкнувшись, так скажем, вот с волной эмиграции, ведь все-таки люди очень разные, да? Вы москвичи, отец доктор наук, так сказать, старая хорошая московская семья. Там люди совершенно разных мест, местечек, провинциальных городов. Вот этот вот культурный клэш какой-то, конфликт был. Сергей, ты совершенно прав, и я пишу об этом на самом деле. Пожалуй, что именно в Вене, вот... Первая остановка. В Венском аэропорте, а потом в Венском лесу, в городке Габлиц, где нас разместили в таком отельчике для беженцев, я впервые по-настоящему понял, насколько под общей рубрикой евреи или же советские евреи, насколько под этой рубрикой проходят совершенно разные с точки зрения культуры и происхождения люди. Потому что там были, например, выходцы из Карпат, родным языком которых был идыш, и русский для них был, в общем, очень иностранным. И кроме того, это... Тут вопрос ведь не только в происхождении и в религии, еще вопрос в воздухе культуры. И вот я пишу об этом. Мне очень не хватало именно сверстников в Австрии и в Италии, потому что это были в основном люди не из Москвы и Ленинграда. И, наверное, это звучит снобский, но что делать? Нет, ну, можно признать, что есть какие-то культурные различия. Вот, например, я общался в Германии, жил некоторое время, и общался там с турками турецкая эмиграция. Они говорят, а по кому судят о турках? Вот. Вот мы как бы люди из Стамбула, европейское образование, мы, так сказать, фактически европейцы, мы приезжаем, а судят по этим крестьянам, которые еще приехали как гастарбайтеры в 60-е и 70-е годы и навезли дяди и тетей своих. Вот. И вот эта вот вся, так сказать, турецкая провинция понаехала, с музыкой разъезжает на тонированных мерседесах, считается, что это и есть турки. Конечно. И эти трения, несомненно, несомненно, так сказать, вплетены в сюжет книги, но я вам скажу одну вещь, что все вот эти различия, или почти все эти различия в происхождении начинают исчезать, когда вы пускаете корни и рождаются у вас дети. То есть, например, где мы, в месте, где мы живем, это предместе Бостона, Бруклайн, очень... В общем, это Бостон. Такой очень интернациональный район, и там очень много евреев из разных стран и эмигрантов. Но вот мои дети взаимодействуют с детьми других евреев из России, как евреи с евреями. Уже, например, Харьков, Москва или же Ужгород. Понимаете, это абсолютно, так сказать, с точки зрения... То есть, это уже на этом уровне идентичности. Это то, что в семиотике называется шумом. То есть, это уже не несет никакой информации в себе. Хотя для меня, ну, разумеется, это существенно. Ну, то есть, здесь как бы существует несколько, как слоеный пирог, да, уровня идентичности на каком-то, так сказать, вот твоя, та память, в которой написана эта книга, да, твоя, так сказать, советская, московская идентичность, да, сверх нее еврейская идентичность и уже самая, так сказать, последняя, это американская идентичность, такая более гражданская. Понимаешь, Сергей, книги, то есть, у каждого по-разному, но эта книга родилась органически. Она началась с одного ощущения, которое я попытался передать. Это был зародыш книги, а именно эта история, которая реально совершилась, и ей заканчивается книга, но я начал писать книгу именно с этой историей, когда в начале августа 87-го года летом мы с мамой поехали в туристическую поездку, которую организовал некий иммигрант, который промышлял тем, что он возил других иммигрантов в такие дешевые поездки, там, в Неаполь, на Капри, в общем, это была поездка в Неаполь, Соренто и на Капри. И в Помпеях по пути у нас украли рюкзак с документами и деньгами. Деньги бог с ним, украли документы. То есть, и мы оказались на Капри, то есть, людьми без всякой идентификации. Как большевики у Горького. Это было гениально. И вот мы с мамой сидели там, у нас там было 10 долларов, мы потратили последние деньги на там чашку кофе, какой-то пончик, сидели на вершине горы, смотрели вниз на эту красоту, на эту бирюзовую отмель, кишащую жизнью, и думали о том, что у нас абсолютно открытое будущее, в том смысле, что нам совершенно непонятно, что с нами произойдет. Мы вообще боялись, что нас не впустят в Америку. То есть, та была, та была раса такая, можно писать. И мы почувствовали при этом состояние некого райского блаженства. И я вот, вот с этого ощущения началась книга, что в принципе, в принципе, мы поняли, что в этом во всем, в принципе, есть какая-то, это и есть, это и есть та мера свободы или освобождения, которую мы ощутили. То есть, правильно, цена эмиграции огромна. Но все-таки не следует забывать, что именно в этом состоянии райской бедности, райской нищеты, мы поняли, что это еще и райская свобода. И вот с этого началась вся книга. И потом я уже пытался систематически описать всю эту историю с момента отъезда. Мне кажется, это очень американское чувство вот этого вот, так сказать, ground zero такого, да, нулевой-нулевой степени письма, вот этой чистой доски. То, что люди приезжают на этот континент и начинают писать свою историю от нуля, как пилигримы в свое время на Мэйфлауэре приплывшие и дальше поколение за поколением иммигрантов. Я думаю, что это, конечно, американская книга. Ну, как? Собственно, она написана американским автором на американском английском. Несомненно. Максим, извините, я здесь не про книгу, а про вот это вот чувство, потому что, мне кажется, осять вы в Европе где-нибудь, вот это было бы невозможно. Конечно, нет. Там нужно гораздо больше принадлежать какой-то четко определенной идентичности. А в Америке можно быть любым новым человеком или просто самим собой. Я полностью с этим согласен. Ну, особенно в более цивилизованных частях Америки, где мы и поселились на восточном побережье. Конечно же, это так и есть. Это так и есть. Поэтому я... Ну, слушай, Сергей, если бы завтра мне сказали, что меня выгоняют с работы, и вот мне придется преподавать в университете там в Кудалупе или, я не знаю, на Арубе или там даже в какой-нибудь более страшном городке. Ужасный, классный. Тут народ между четой и вяткой выбирает, а тут... Слушай, ну, бог знает, я бы это сделал, если надо кормить своих детей. Слушай, люди идут не на это, но жить можно где угодно. Вопрос, скорее, не в этом. Вопрос, скорее, в том... Я что-то потерял нить. Наверное, это говорит о том, что... Нет-нет, вопрос о том, что в Америке, так сказать, вот эта вот реализация собственной судьбы, она наиболее... А, да-да-да-да-да. Но... В Европе, наверное, мне было бы жить тяжело. Там надо принадлежать чему-то. И все равно тебя будет отторгать местное... В Америке... Этническое. Хотя, опять же, Сергей, я извиняюсь, что я тебе немножко возражаю. И, кстати, стихотворение Бродского, с которого ты начал, написанное Барышникову, там, мне кажется, тоже не так все просто. Не Барышникову, Годунову, по-моему. Барышникову, Годунову Бродский помогал, так сказать, осуществить всю эту... Я не проверил, я был уверен, что оно Годунова. Слушай, ну, вот мне так неловко утверждать. Может быть, и я ошибаюсь. Ну, давай мы оба проверим. Надо проверить. Проведем вторую программу на эту тему. Но там тоже ведь все не так просто. То есть, я думаю, что и в истории реальной Бродского... Кстати, ты прав, я с манами Барышникова. Понимаешь, ведь он тоже вне Нью-Йорка себя чувствовал не очень комфортно. Я могу тебе сказать, я однажды видел, как Бродский въезжал в маленький новоанглийский город университетский, где ему, так сказать, готовили профессорское место, из этого ничего не вышло. На своем Мерседесе, уже не новом, и он вышел из машины, и у него на лице было такое ощущение, знаешь, какой-то потери ориентации. И, в общем, видно было, что человек чувствует себя вне своей органической Нью-Йоркской среды. Я вот это очень... Я его видел и раньше, потому что он с моим отцом в молодости был достаточно близок. То есть, но в тот раз я видел это на расстоянии. Я вот понял, вот интересно, это Нью-Йоркский человек. Это не просто американец, а именно Нью-Йоркский писатель. Максим Шрайер у нас в студии, в гостях в археологии. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня об опыте эмиграции с русским, советским, американским, еврейским писателем и поэтом Максимом Шрайером, который уже четверть века как уехал из Советского Союза, тогда это был Советский Союз из Москвы, обосновался в Соединенных Штатах, в Бостоне и написал книгу о своем опыте под названием «Ожидание Америки». Так что обсуждаем эту книгу, обсуждаем его опыт эмиграции. А духовный и душевный опыт и в то же время языковой опыт. Вот это вот, в третьей части нашей передачи я хотел бы поговорить о языке и о двуязычии. Вот можно ли сказать, что как бы твоей главной родиной и то, что остается неким, так сказать, вот такой итакой, куда ты возвращаешься, это русский язык? Или уже, так сказать, вот с двуязычием какая-то вот такая доминантная роль русского размывается? Очень интересный вопрос, Сергей. Я правда тебе благодарен, потому что я никогда не задумывался, может быть, это от того, что, так сказать, евреи лишены античности, они, так сказать, навеки живут в пределах библейской истории. Потому что я никогда не думал в таком мифологическом ключе об этом, что это именно возвращение на Итаку. Может быть, это очень заманчиво. Заманчиво. Несомненно, несомненно, что это единственный язык, в котором я чувствую себя в самой такой материнской утробе, что ли. Тут ведь вопрос. У меня был в университете в Бравне, когда я только начинал, буквально в первый семестр в Америке, учитель, покойный Виктор Иванович Террас. Он был полурусский, полуэстонец. Был один из ведущих Достоевского ведов на Западе. Замечательный человек, который попал в Америку. Сначала в Германию, перемещенным лицом, потом в Америку. Он писал свою жизнь на разных языках. Включая эстонский, русский, немецкий, английский, французский. Он мне сказал интересную вещь, что невозможно писать одинаково хорошо одновременно на двух языках. Он говорит, вот я в этом уверен. Как раз речь зашла о двуязыче. А, ну я знаю почему, потому что я уже пытался писать английскую прозу. И активно переводил стихи уже сразу. И вот я как раз до сих пор об этом думаю. Ты согласен с ним, с этим вердиктом? Ну, в общем, да. Поэтому вот сейчас в моей судьбе произошел такой странный поворотик в связи с выходом этой книги. То есть, ну, если можно, небольшое отступление. Когда я уезжал, я уже два года очень активно писал стихи и написал почти то, что потом стало моей первой книгой «Табун над лугом». И вывез эту рукопись с собой. И уже из Италии послал стихи в новый журнал роману Гулю. Такое трогательное письмо сочинил, что кому как не вам понять чувства молодого поэта, там, утрачивая родину. Короче, говорю, осенью я узнал, что стихи напечатаны, а Гуль уже год как умер. Так что я послал ему стихи в военные миры. Постмортом, да. Но, собственно говоря, я уезжал с чувством, что я только хочу развернуться как поэт и думать. Честно, не думал о том, что писать по-английски. Вот скажу как на духу. Я уже начинал переводить на английский, это меня очень занимало. Но писать... И потом вдруг, когда я поступил в Брайанский университет, это была совершенно англоязычная среда. У меня не было ни одного русского сверстника. Ни одного. Я очень тосковал. Это правда. Тут можно ломать любую комедию, но в моей жизни это было так. Особенно первые два года. Но, с другой стороны, я жил вообще. Жить в университете, я очень погрузился в эту среду. Кроме того, я уже начал писать рассказы по-русски и даже печатал их в эмигрантских зданиях. Возник вопрос, ну что делать с этим? Естественным шагом было записаться в какой-то семинар, как мы говорим, по литературному мастерству. В Америке это очень развито. Там почти все писатели что-то преподают, потому что жить на литературной хлеба очень тяжело. Такой странный институт. Я, честно, не в восторге от него. Но, так сказать, лучше так, чем никак. И вот я узнал, что там, в этом университете, преподает, в общем, почти великий американский постмодернист Джон Хокс. Он в России практически неизвестен, но он знаменит. Это из поколения людей, то есть людей, которые из рук Набокова, так сказать, пытались ухватить такую европейско-американскую такую лиру. Ну, да, пятидесятники, шестидесятники, которые уже после битников пошли. Он уже в сороковые годы. Он был в Италии во время войны и в сороковые годы уже печатал потрясающую прозу. Короче говоря, я явился к нему в кабинет, представился и сказал, что я хочу записаться к вам в семинар. Он мне говорит, ну, замечательно, собственно, расскажите о себе, да, рассказываю. Он такой был очень англосаксонский господин, такой сухопарой, и писал гениальную патологическую прозу. У него, ну, в общем, вся пронизанная патология. Он говорит, ну, вы Набокова читали, я надеюсь, да, вот, ладно. Он говорит, ну, я не могу воспринять. Как что? У меня уже, это последний семестр, я выхожу на пенсию, и у меня запись там за три года вперед, это у меня 12 студентов, я уже набрал их, все. Я говорю, ну, слушайте, ну, что же, так сказать, ну, может быть, все-таки есть какой-то выход. Он говорит, ну, ладно, хорошо, вот, идите домой, принесите мне свой лучший рассказ. Хорошо, говорю я, профессор Хокс, но есть только одна проблема какая. Он на русском. Да, 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 я говорю, он на русском. Ну, он так призадумался, но это его заинтриговало. И он говорит, ну, хорошо, вот, вы переведите его сами и принесите мне. Я побежал домой, там, перевел, я только учился тогда еще на компьютере печатать, тогда еще компьютеров-то было не так много. Перевел. Большой-большой рассказ? Не очень большой, страниц восемь машинописных. Принес ему, и он меня взял, я был тринадцатый. Тринадцатый апостол, да. Да, и в этом семинаре я, так сказать, начал свою англоязычную жизнь. Мне было очень тяжело писать по-английски. И я писал по-русски и сам себя переводил. Вот. Вот с этого началось. Но сейчас все-таки ты думаешь и пишешь по-английски, формулируешь. Какое-то время когда пишешь по-английски. Какое-то время в Америке я стоял в таком двумерном пространстве. Я писал научные вещи по-английски, стихи по-русски, какую-то прозу по-русски. И потом вот перелом произошел в девяносто пятом году. Я защитил диссертацию, я получил профессорское место, я как-то расслабился. Я помню, что я написал сразу несколько рассказов по-английски. И они были опубликованы. И, в общем, после этого я уже практически не писал по-русски прозу. Теперь возвращаясь к нашему сюжетику, что произошло? Это авторизованный перевод. То есть я в нем участвовал. Мне очень повезло с переводчиками. Речь идет о книге твоей ожидания в Америке. Да. Но вот после ее выхода и даже еще в преддверии были какие-то заказы. Я написал несколько эссе. И, в общем, это определенное возбуждение, когда ты начинаешь опять писать на языке, на котором ты начинал, на котором ты долго не писал. И я вам скажу, ну, трудно сказать, самому трудно это оценить, но я думаю, что есть определенная степень свободы, которая все-таки у меня есть в русском и которой нет в английском. Есть. Тут вот к вопросу о том, так сказать, какой язык и какой, а какой сякой. Но, тем не менее, тем не менее, я все-таки живу той жизнью. И поэтому, конечно же, для меня естественнее писать. А Набоков? Понимаешь, Сергей, есть разница. Естественнее и лучше. Вот помнишь, ты только что меня спросил, согласен ли я с Терросом. Вот вопрос вот в чем. Естественнее и лучше. Я думаю, что я лучше пишу по-английски. Лучше. Совершеннее. Но в какой-то мере есть... Ну, как тебе сказать? Но это все равно как невесомость. Ее ощущение. Вот, наверное, в русском я все-таки... Вот я в Набокове то же самое чувствую, читая его англоязычную Лолиту и не перевод, так скажем, а дар, вот сравнивая. В даре человек дышит, и с врага дышит. Лолита... И, в общем-то, я не так много, признаюсь, читал англоязычные прозы Набокова на английском, да, ленив. Ну, вот Лолиту я, да, целиком прочел, пытался анализировать фразу и чувствую, что вот, ну, придумано многое, так сказать, фраза сконструирована. Слушай, но это выдуманный мир, об этом и роман. Ну, как иначе? Если он придумал, иначе, если это воспринимать, так сказать, за чистую монету принимать, то это роман извращенца, который разрушает жизнь ребенка. Если это воспринимать как фантастическую конструкцию, конец... Я считаю, что абсурд вот эти разговоры о том, что там он подслушивал, что там девочки в автобусах говорили. Нет, это полностью фантазия и, так сказать, Но я скажу, что, например, Пнин, мой любимый американский его роман, написан, на мой взгляд, написан живейшим, естественнейшим английским языком, блестящим, и в нем нет никакой надуманности. Именно поэтому, я думаю, что он в нем коснулся темы, которую он почти не касался до этого. Это там же ключевая сцена, где Пнин пытается представить страдание Миры Белочкиной и ее умирание в Бухенвальде. То есть, он общается с некими, они там называются investigators, там очень туманно, ну, скажем, какими-то сотрудниками Госдепартамента, пытается узнать какую-то информацию о ней, и у него в голове прокручивается такой кошмарный фильм, в котором он все время видит разные сценарии ее умирания. И вот это написано настолько гениально, я просто, когда я это преподаю, каждый раз я не могу это читать без слез. И, так сказать, тут дело не только в теме, тут еще, по-моему, дело в языке. Ну да, и в неком... Ну да, переживание, оно переходит уже на уровень структурный, на уровень фразы. Ведь мы же не всегда осознаем это. Тут ведь какой-то есть психолингвистический механизм. Ведь мы же не только создатели языка, мы еще и создание языка. Говоря о создании, о том, что человек создания языка, о том, что язык говорит человеком. Набоковский язык, вообще Набоков, ведь я тебя воспринимаю очень сильно, как Набоковеда. Ну, слушай, я все-таки две книги написал о нем. Да, да, повлиял Набоков. Это какая-то, ты видишь, проекцию от чести собственной судьбы. Ну, что я могу сказать. Есть Набоковские и другие берега, есть вот... Потому что я скажу, вот на уровне фразы я чувствую, что, так сказать, очень сильно такая Набоковская фраза, закручивающаяся, рефлексирующая, то есть постоянно думающая о самой себе. Знаешь, Сергей, самому лучше не отвечать на такие вопросы, потому что это превращается либо в саморекламу, либо в такую ложную скромность. Так что, ну, могу сказать следующее. И я пишу об этом в книге. Между прочим, Олег Дорман, очень хороший кинорежиссер, который думал и сам очень много о переводе, и о самом переводе, он прочитал эту книгу и сразу мне сказал, что говорит Камертон, это сцена, где ты на пляже Теренском на черном раскаленном песке читаешь впервые Набокова. Это в каком-то смысле Камертон. То есть открывается дверь не только в Америку, не только в английский язык, но еще и в мир писательства. Весно Фиальте, да? Я читал там, да, и причем это странная история, что в местном таком русском центре, это была, по сути, комнатуха, там была книжная полка замечательных книг. Теперь я уже начинаю думать, что их просто как-то так скопом купили где-то у какого-то иммигранта, потому что там был адрес Рига Парк, это часть Квинса в Нью-Йорке, и привезли туда. Там были издания, издательства Чеховы, редчайшие, их можно было взять и читать. И вот там я прочитал несколько книг Набокова. Конечно же, я идентифицировался в том смысле, что он уехал в 20 лет, он был из России, он перешел на английский. Это банально и самоочевидно, но без этого нельзя. Но я скажу честно, Сергей, что мне кажется, стилистический на меня гораздо больше повлияли другие писатели. Пруст. Бунин. Бунин. И насчет фраз Набокова в большой степени ученик Бунин. Он и сам писал Бунину учителю от прилежного ученика. Я, кстати... Те же осталось их переписка, да? Бунин и Набокова. Просто люди забывают, какой высокий модерн был Бунин. И, так сказать, помню о том, какой высокий модерн был Набоков. Или же, например, ну вот я теперь понимаю, что на мои какие-то ранние рассказы очень повлиял Трифонов. Я не думал совсем об этом раньше. Написанные по-английски. Но теперь вот я, когда перечитываю их, я понимаю, что, на мой взгляд, это высочайшая степень некого мастерства. Бунин в Америке на Западе шире вообще сейчас хоть как-то известен? Ну, известен. Или больше словистом. В очень академическом ракурсе. Его книги... Я много лет уже преподаю Бунина. Я всегда преподаю Бунина. Если я читаю какие-то курсы по русской прозе, его плохо воспринимают. Могу сказать. Он в языке существует очень сильно. Он существует в языке, он существует в определенном импульсе культуры. Ну, вот рассказ в Париже. Помнишь, там генерал довольно благоустроенный, пишет он исторические книги. У него сейф в кредитле. Он встречает русскую официантку, влюбляется в нее, приглашает ее в кино. Короче, она остается у него. Он умирает в метро. И окончается тем, что она утирает слезы, а его шинель. Вот. И только он успел перед смертью уговорить ее, переписать на ее имя, так сказать, его банковский счет. Ну, понимаешь, но эта история тут не только в определенном совершенстве какого-то ритма повествования, где все выверено. Тут еще такой воздух определенной русской культуры, который плохо переводим. Я думаю, что, кстати сказать, Набоков это хорошо понимал. Да, да. А Набоков лучше принят сейчас? И какой Набоков больше принят? Сейчас не академическими кругами, а вот если есть массовые читатели. Ну, принят, не принят, но, так сказать, боже, наверное, каждый маломальский образованный человек, так сказать... Лолита, его путевка в жизнь, так сказать. Конечно же. Лолита и еще Бледное пламя. Вот, пожалуй, книги, которые... Ну, по крайней мере, студенты их читают. А русскоязычный Набоков как-то... Ну, меньше и менее. Меньше. Но все-таки, конечно же, это такой хитовый писатель. Абунин нет. Да, тут ничего не скажешь. Ну, слушай, но это естественно. Набоков один из толпов американской культуры, так что, так сказать, можно о нем думать просто как об американском писателе. Хотя трудно. Да. Но он еще, да, пришелся в то время, когда пошла и сексуальная революция, и как бы Лолита очень сильно попала в контекст, и это одна из таких формирующих текстов американского сознания. Я считаю, что эта книга не только о том, о чем она, так сказать, обычно считается, о чем она, так сказать, о определенной такой волшебной патологии. Это в какой-то мере еще книга о том, что Америка на грани гигантских политических перемен. И это так и произошло. На самом деле, ведь ты прав, и сексуальная революция, и подъем женского освободительного движения, и, конечно же, движение за гражданские права, движение за права меньшинств и прочее. Так сказать, там на многое намекается. У нас сейчас, да, вот так говорим, не знаю, так уже задумываться начинаешь. По нынешнему законодательному климату, глядишь, и на Лолиту скоро запретят. Сергей, ты можешь смеяться, но последний год я имею к этому некоторые отношения, как на боковед, и я имею удовольствие принадлежать к оргкомитету набокских чтений, который проходит в музее Набокова в этом году. Я председатель. То есть я, это для меня большая радость, но в то же время и боль, потому что последний год был тяжелейшим для наследия Набокова. Я, кстати, написал короткий блок об этом в СНОБе, просто чтобы люди знали, что чтения еще проходят, потому что эти чтения, они пройдут в Петербурге через несколько дней, на них можно просто прийти, и вход свободный. Но, слушай, запрет постановки, вандализм, там, идиотские граффити на музее. Казаки приходят. И, кроме того, не только это. Понимаешь, Сергей, когда идиоты пишут неграмотное слово педофил на фасаде здания, это еще полбеды. Но когда на защите диссертации в престижном российском университете без пяти минут кандидата филологических наук, спрашивают, как она, так сказать, относится к аргументам о том, что Набоков тетворно влияет на российскую молодежь, вот это уже симптоматично. Понимаешь, то есть, это другой дискурс. Там же не хулиганы задают эти вопросы. Ну, Америка это тоже проходила, конечно, в пятидесятые, но там, конечно, в другом гражданском климате, и там было больше механизмов самоочищения. Да, но при этом я про пятидесятые ничего не могу сказать, но все-таки про последние четверть я кое-что могу. Я думаю, что такого рода вопросы не возникали бы в цивилизованной... Нет, понятно, понятно, мы просто, так сказать, вот этот вот феномен догоняющий модернизации, мы проходим все те уроки, что другие страны проходили 50-60 лет назад. Конечно. Сейчас, мне кажется, это происходит сексуальной революцией и вот с такими вот вещами. Возможно. И я более того думаю, что на это уйдет какое-то время. Ну, мне кажется, есть какие-то механизмы самоочищения и саморегуляции. Я очень надеюсь. И вот в связи с этим уже ближе к концу нашего эфира, к сожалению, время летит очень быстро. Ностальгируешь ты? Тоскуешь почему-то? И почему, если? Опять же, в значительной мере в ожидании Америки об этом. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы эту книгу читали люди, поколения мне совершенно неизвестного. То есть люди, которые уже родились в поздние советские годы или в постсоветское время, теперешние, двадцатилетние, двадцатилетние, то есть которые бы читали это уже без поправок на политику и идеологию. Понимаешь, ностальгирую ли я? Нет, не ностальгирую, потому что ностальгировать по кошмарной советской жизни невозможно, ностальгировать по годам испытаний и годам предрассудков невозможно, но я несомненно понимаю, что существует, так сказать, определенные, как бы это описать, говоря с экономистом, определенная экономия потерь и приобретений. И это конечное уравнение. И вот я прекрасно понимаю, что есть и цена, которую следует, приходится заплатить за эти приобретения. В данном случае цена это, конечно же, потеря определенного воздуха родной культуры. Вот сейчас в Москву возвращаясь, ты его чувствуешь? Да. Более того, происходит нечто необъяснимое, когда это происходит, я уже последние сколько лет приезжаю, каждое лето. В прошлом году я был здесь со старшей дочкой Мирой, в этом году с младшей Татьяной. Для меня это очень важно, мы ходим на могилы предков, в Ленинграде весь наш клан там на еврейском кладбище. Короче говоря, и уже никто не следит за могилами, кроме меня. Понимаешь, как это объяснить? Я приезжаю из Ленинграда в Москву и я начинаю себя лучше чувствовать. Ну да, воздух некий московский. Ну вот слушай, ну как это объяснить? Правда, конечно, можно сказать, что человек себя так настраивает, да, у него уже адреналин уделяется, ему кажется, что он себя лучше чувствует, но я думаю, что что-то в этом есть. Нет, ну Москва это очень сильное, конечно, я себе скажу, тоже прожив больше 10 лет на Западе и вернувшись в Москву, Москва это, конечно, очень сильный такой аттрактор, точка притяжения. Из Москвы гораздо тяжелее уезжать. Сомнений нет. Да нет, конечно, конечно, вот мы начинали с того, конечно же, уезжая, я понимал, что теряю мир, в котором есть не только ужас и кошмар и лишение, но есть определенное волшебство молодости, поэзии, конечно же, и вот, наверное, по этим вещам я продолжаю скучать. Ну что ж, Максим, спасибо огромное за эту беседу, напомню, что у нас в гостях был Максим Шрайер, почвовед, набоковед, литературовед, писатель и поэт, москвич, живущий уже 25 лет в Бостоне. Максим, спасибо. Спасибо, Сергей. Да, а вам всем доброй ночи и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok,